Приветствую автоботов и десептиконов. Как многие просили, возвращаю рубрику «Игра с нуля». Думаю, в ближайшем времени займусь более активной прокачкой этого аккаунта. Также начнем наводить порядок внутри самого Альянса. Ну и в этом видео хочу поделиться итогами восьмой годовщины. Также хочу сказать спасибо ребятам, которые откликнулись на мой зов о помощи. Без вас я бы сам вряд ли осилил данное количество очков для получения пятизвездочного кристалла. Ну и давайте вспомним, на чем мы остановились, что из кампании у нас здесь пройдено. Вроде все основное я прошел. Возвращение на кибертрон это не особо горит. При гимнезис также. Ну и ждать 17 уровня штаба, чтобы открыть титанов. Что касается базы, здесь я тоже далеко не ускакал. Штаб на 12 уровне, защитные сооружения по чуть-чуть качаются. Здесь, в принципе, все так же, как у меня и было в прошлых видео. Что касается ботов, то можете видеть на своем экране наличие тех, которые у меня на данный момент есть. Брал через магазин PS Tour комплект новичка десептиконов. Очень много годноты всякой попадало. Что касается гештальтов, здесь я упорно прокачиваю гальватронуса. Пока что в трехзвездочном виде. Миносор также, три звезды. Деластатор. На него мы компанию прошли. Ну, у остальных пока по одному не хватает до трехзвездочной сборки. Ну, я думаю, в ближайшем времени все равно насобираем хотя бы какой-то гештальт. Может даже доведем до четырехзвездочного. Ну, и можно сейчас, в принципе, как раз гальватронуса поставить на улучшение. Ну, и давайте начнем тогда открывать кристаллы. Что там попадало? Вот, что-то четырехзвездочное вроде валится. Вот это вот очень хорошо. Приближаемся, приближаемся к четырехзвездочному нектуну. Сгодится, в принципе. Ну, и вот эти 80 кристаллов, которые всем давали. Может, что-то путное выпадет. Не знаю, я 80 кристаллов на своих двух автоботских аккаунтов открывал. Нифига ничего годного не попадало, я имею в виду, в плане копий. О, Синж, четыре звезды. Отлично. Ну, и на таком уровне, пока я думаю, трехзвездочным версиям тоже можно порадоваться. В дальнейшем, конечно, три звезды, что комбат, что боты будут отпадать. Ну, ботов мы уже, в принципе, трех звезд можем отсеивать. И не уделять им особого внимания. Поскольку отряд для войны уже полностью состоит из четырех звезд. Да, рандом пока не радует. На автоботском мне вообще практически одни двухзвездочные попадали копии. Даже четырехзвездочные копии не сыпали. Ну, вот Gator Face. Три звезды, в принципе, нормально, сгодится. Ну, ради осколков, ради искры, в принципе, нормально. Я тут очень пристально смотрю на вот эти два комплекта. Пятизвездочного бота и пятизвездочного комбата. В описании здесь вот написано, что актуально только в том случае, если у тебя нет ни одного пятизвездочного комбата. То же самое и про бота. Посмотрим, как это будет. Ну и давайте посмотрим тогда... Так, трехзвездочный кристалл у нас собрался. Какое наследие все-таки брать? Я склоняюсь на вот это наследие, поскольку оно мне нравится. И даже несмотря на то, что я практически всем советую идти за пятизвездочным медиком, за Минервой, за Флетлайном. В принципе, не знаю, в Флетлайне у меня четыре звезды есть. Катроуд у меня тоже четыре звезды. В принципе, на таком уровне... На таком уровне, в принципе, они должны вдвоем вытянуть. Траст, Динобот. Да, в принципе, все играбельны, особенно на таком нубском уровне. Мне кажется, без разницы, кого ты достанешь. Если его прокачать, то он в любом случае будет приносить пользу. Вот этот комплект тоже, думаю. Опасный пак. Сын у меня Лагната достал из этого пака. Здесь мне точно никто не нужен. Мегатрона бы, но, блин. Я лично склоняюсь к последнему паку, добавленному в игру. Брал я его на двух автобусских аккаунтах. Здесь, в принципе, все пять годные. Давайте тогда, наверное, его возьму. А в дальнейшем посмотрим кое-что. Я хочу посмотреть по поводу платного кристалла. Пропадет он из магазина или нет. Так, сначала трюкзвездочного бомбанем. Ну что ж, с Богом. Честно, вообще без разницы, кто выпадет. О, фулл тилд. Вот это вот отлично. Это очень хорошо. Фиксированная обилка. Отлично сочетается с другими электроботами. Ну и бешеный урон. Ну и давайте его сразу, пока ивент у нас активный. Мы прокачаем его чуть-чуть с актопанчем. Я думаю, он замечательно будет у меня в отряде взаимодействовать. На самом деле, бот очень годный. Многие, я думаю, из вас, кто в телеграм-канале у меня состоит, в чате видели прокачанного фулл тилда у Тараса. Бешеный урон, на самом деле, выдает. И главный плюс это фиксированная стоимость умения. Всегда три. То есть, первый выстрел он просто станет, а на второй уже выстрел он здание сносит. Пробовал я на автоботском аккаунте, но у меня как бы не особо там сильно вкачаны. Идеально подходит, допустим, для уничтожения какого-то генератора. Или еще чего-то очень живучего. Особенно в паре, допустим, с бамблби. Ну и сразу его сейчас в лабораторию засуну. Ну и посмотрим, что ему можно из комбатов цепануть. МЛС 4 звезды. Пока думаю рано, но, в принципе, на первое время сгодится. Поскольку ничего такого более годного у меня нету. Был пайп. Ну как-то не солидно на пятизвездочного цеплять. Трехзвездочных комбатов. Полкилт обидится на это дело. Кто у нас здесь комбат для разведчиков? Разведчиков. А, вот он как раз. Хартберн. Ну блин, три звезды. Ладно, потом в дальнейшем подумаем, когда более-менее прокачаем его. Может, к тому времени что-то нормальное выпадет. Ну и давайте сразу ему умение качнем. Искра у нас благопозволяет. Единственная проблема будет со складом энергона. Приместимость маленькая. Там вроде что-то 2 ляма с чем-то вмещает. Ну, на сколько хватит? Я думаю, на 6, на 7, на 6, на 7 уровней хватит. Сейчас посмотрим, восполним запасы. Честно, лень бить ресурсы пока, поэтому берем со склада. Так, ну и что, на 6 хватает нам? 2 ляма вмещает. Ну, наверное, на 6 тогда и остановимся. Дальше нужно будет качать все это дело. 2.400 надо, не хватает. Ладно, подождем. Мы терпеливые. Так, ну и я хотел проверить в комплектах, пропадет ли донатный бот 5 звезд. В описании было написано, что комплект действует только если у вас нет наличия 5-зюрочного бота. У нас он уже есть. Во, не пропал. Отлично. Ну и, друзья, давайте тогда так сделаем. Если под этим видео 300 лайков набирается за любой промежуток времени, то обращаемся тогда в магазин PS Tour и доначу на этот комплект. Попытаем удачу тогда в поимке флэтлайна. Я думаю, наверное, так и сделаем. Ну что ж, на этом все, друзья. Спасибо всем за просмотр. Скоро в следующем выпуске игра с нуля. Увидимся в земных войнах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok